Михаил Завьялов В синем углу ринга боксер из Узбекистана, ему 25 лет, рост 186 сантиметров На профессиональном ринге провел 10 боев, одержал 6 побед Одну из которых нокаутом из Антиджана Валкадав Мурот Азимов В красном углу ринга боксер из Украины, ему 28 лет, рост 187 сантиметров На профессиональном ринге провел 2 боя, одержал 2 победы Серебряный призер чемпионата Украины из Кременчуга Сергей Радченко Слушайте мои команды, желаю удачи Марик, Марик, Марик Ну что ж, еще один поединок в первом тяжелом весе, в так называемом круизер-вейте Эта весовая категория интересна для нас, очень много тут хороших боксеров из Украины Ну, наверное, первый номер рейтинга это Александр Усик для нас, все-таки Азимов довольно активно начал поединок, и выглядит он вовне, ну, дещо массивнейшим Причому выглядит важным не на 2 кг, а на 1,5 кг, как показали результаты зваживания Что ж, тем интереснейшим будет поединок Майже без разведки начали боксеры, несколько раз уже влучил украинец Но Азимов не из тех, судя из этого, кто будет пасти задних, и вот так вот легко и просто Отдавать поединок Радченко боксер с хорошим, таким, поставленным ударом Может боксировать как первым номером, так и на отходах Третий бой, напоминаем, для Радченко на профессиональном ринге Спел он уже поработать с памятник-партнером с Владимиром Кличко Конечно же, это пошло ему на пользу Ну, а про соперника, можно сказать, немного Единственное, что можно акцентировать, что он долгое время не боксировал Но посужной список у него хороший Азимов представник антижанской школы боксу Радченко же народился в Кременчузе Мы знаем, что с Кременчуга и Валерий Бражник, известный украинский боксер И Денис Пояцика, то есть традиции есть хорошие И можем этот бой рассмотреть и с точки зрения противостояния двоих школьных Хотя, конечно же, тут перед всем нам интересно, какие качества свои продемонстрирует Сергей Радченко И насколько большой потенциал у этого парня Ну, я думаю, потенциал хороший Его бы не взяли просто в спарринг-партнеры Владимиру Кличко Парень действительно перспективный В принципе, достаточно поздно он начал профессиональную карьеру Мы уже 28 лет, но время у него есть Если он интенсивно будет проводить поединки Набирать рейтинг То, кто знает, что будет через пару лет Возможно, он выйдет на серьезный уровень Вот выбухнул так активно Азимов, но Радченко сразу же ответил Тем более, может, что Е слабкие места у захиста Да, ну, несмотря на большой перерыв, мы видим, соперник очень неплохо себя показал в первом раунде АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Украинцем своего соперника, хотя и Азимов целиком, целиком пристойно вражение справляет. Еще раз повторюсь, пока что, принаймне, на биджан-исману працюет с ним. Достойный оппонент, как для третьего поединка на профи-ринге. Опыта все-таки побольше у Азимова. Очень много боев он провел в начале своей карьеры, в 2009 году. Боксировал буквально каждый месяц. Но потом, из-за проблем со здоровьем карьера застопорилась, и вот он вернулся. Починочку влучшил тем часом Ранченко. Ну и боксерская имя Азимова довольно гучне, вовкодав. Я думаю, что авансом так боксеров не называют. Тоже, певная агрессивность, вона отстеживается. От ты, что я не бачил, через руку пробивал небезпечно, дуже Морода Азимов. Ранченко начинал свою профи-карьеру в андеркарте во Львове, когда главным событием был бой Александра Усика. Тогда любители бокса уже имели возможность познакомиться с этим круизером. Мне импонует, как рухается на ногах украинец. Дается ему далеко перемещаться, быстро развивать дистанцию. Ну и джеб его работает тоже лучше. Сейчас невысокий темп поединка. Да, видели, как левый боковой прошел мимо Атраченко. Настолько он вкладывался в этот удар, что его немного занесло. Уже мы говорили об этом, и многие знают, что в этой весовой категории очень много российских боксеров. Два из них, это Григорий Дрозд и Денис Лебедев, являются чемпионами мира. Также есть и другие фамилии в топ-десятке по самопрестижным версиям. Так что тот факт, что подрастает такое поколение наших тяжей, интригует и радует. Ну и есть над чем работать. И есть нам на кого надеяться. В общем, уже вспомнили мы про Александра Усика. Ну и можно вспомнить еще несколько призвищ. Я думаю, тот же Дмитро Кучер, возможно, Сергей Радченко в перспективе. Да, и из моих силах. Да, все тяжи, которых мы сегодня видели, наслаждались боксом в их исполнении. Достаточно перспективны. Так что наверняка их пути пересекутся с крузерами из России. Да, Синепупов наверняка многим хорошо знаком. Бывший профессиональный боксер. У него была длительная карьера, множество различных титулов он завоевывал. Сейчас идет тренерскую работу. Он был первым украинским профи-боксером, который завоевал титул. Это был, кажется, интерконентальный чемпион за весь WBO среди профи. Давно это было. Сейчас передает опыт, в том числе Сергею Радченко. Да, тренирует он, в основном, в Киеве. Раньше работал в Донецке. Раньше поддерживает Азимов. Любит идти он вперед. Вспоминаем формула поединка. 8 раундов по 3 минуты. В Черкассах, как и в целом в Украине, сейчас достаточно жарко. В зале тоже жара. Может быть, в какой-то степени это влияет на темп поединка. Очень нелегко при какой температуре боксировать. Азимов проводил свои поединки преимущественно в Узбекистане. Также боксировал в Казахстане, в Кыргызстане. И впервые он в Украине. Да, для него, наверное, это более привычная температура. Хороший лево-боковой. Сейчас украинца прошел. Он снова работает на отходах. Можно рискнуть и предбачить, что переход в более поздние раунды и не форсирование украинцев больше на пользу, потому что он все-таки находится в таком боксерском тонусе. Активно начал не так давно профи-карьеру. Был в тренировальном этапе Володимира Кличка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Натомість, як ми вже згадували, у Азимова была певна пауза в поединках. Проте це лише припущення, а чи вірним воно буде, покаже час. АПЛОДИСМЕНТЫ Говорили тут в кулуарах перед этим поединком, что Раченко будет нелегко. Азимов действительно хороший боксер. И повторы говорят об этом. В арсенале у этого парня много чего есть. Понятное дело, что большой перерыв не пошел на пользу. Но в целом мы видим, что задатки у этого парня очень неплохие. Радченко нужно быть внимательным, особенно за правой рукой соперника. Ну вот, возможно, есть сенс Радченко побуксовать, власне. На дистанции, не вкладываясь в удар, попробовать накрутить темп. Сейчас, вроде бы, пытаются это делать украинец, кстати. С активных действий начался этот раунд. Да, картина, мы видим, меняется у нас. Теперь Радченко решил идти вперед поддавливать. Азимов мне против. Тут можно было остановить. Дотронулся перчаткой до канваса Азимов. Час на реферіоринзе так зорієнтувався ситуацией. Не встиг Радченко завдати такого тут дару, якого не побачив би Азимов. Знову проходить швидкий джеб Радченко. Но тут же и справа прилетела от Азимова. Есть чем отвечать Узбеку. И апперкот уже вдруг пропускаем. Сдаётся, вдруг украинец. Треба бути уважнейшим. Да, такое впечатление, что приспал. Бдительность соперника Азимов таким вялым началом. И сейчас, мы видим, пошёл наступление Радченко. Азимов ничего особенного не пропустил, но мы видим ситуация была опасной для него. Вот важным визуально есть Азимов. И удары его важными, сдаются. Принайменно, так, если сбоку спостерегать. Ноги, это доброе. Швидкий Страдченко тоже непогано. Но Азимов вот так грунтовно подходить до своих атаковальных действий. Если в предыдущих раундах у нас бокс был более спокойный, то сейчас мы, видимо, уже перешли в контрнаступление оба. И очень неплохие размены мы с вами увидели. Понятное дело, что такой спурт, который мы с вами посмотрели, не мог не сказаться. А теперь нужна небольшая пауза, набраться сил. Поджал Радченко канатом соперника, но пока что без ударов. Последние секунды. Раунд был достаточно ровным. Тут нужно концовку вырывать. Украинцу. И первые знаки в том, что после взрослого скорости боя загальной, появился Азимова. Вот этот фирменный апперкот в исполнении Азимова, то, о чем мы говорили. А я думаю, что сейчас у культуры украинца тоже про это будет идти мова. И какие-то висновки мое Радченко сделать, потому что он хлопец такой. Тянушек, митливый, понимающий боксер, я бы сказал. И висновки умеет делать и по ходу поединку. Не имеет у него такого какого-то великого опыт, снова же таки, среди профи. Но опыт он добывает именно сейчас. Да, но и тот факт, как он держит удары, тоже говорит о хороших боксерских качествах. Радченко держать удар, это тоже очень важный нюанс в боксе. Майже никогда не опускает рук Азимов, и контролирует, пытается контролировать свой защит. Если раньше так круто, то перекрывается. А сейчас не встег, не встег и отримал. Ушмехается, показывает, что ничего страшного там не произошло со мной. Но не видел, удар был акцентованный, чуткий. И задоволение от него, ну, навряд ли отримал Азимов. Поймал украинец на выходе из клинча соперника. С улыбкой воспринял этот удар Азимов. У него со стойкостью тоже все в порядке, хорошо держит. Два предыдущих поединка прошли полную дистанцию у Радченко. Это были четырехраундовые противостояния. Ну и такой скачок сразу на восьмираундовый бой выходит уже в третьем бою Радченко. И наверняка это станет тестом его выносливости. Так, серьезная дистанция, восьми раундов. Серьезный, такой, мощный соперник. Ну и снова. Тут захопившись атаковальными действиями. Сергей. В предыдущих раундах был уже такой эпизод с левым боковым. Ну, про апперкот. Вже ж, ну, требовало звертати увагу на це. Втім пропускает знову Радченко. Это прикро. Да, это лучший удар в исполнении Азимова. К сожалению, для Радченко он периодически проходит. Пока что тривая, ну, цілком такий рівный поединок за невеликою перевагою украинца. А якщо таки робити промежний підсумок, можна, я думаю, сказати так. Все-таки влучав трошечки більше и трошечки краще, так, якіснейшим Радченко. Але далеко не все ще зрозуміло в цьому двобої. Да, достойный соперник украинца. Мы уже это отмечали. И это, конечно, все идет в копилку его опыта. Ну, вот еще и право через руку от Азимова мы видели. Так, и коротенький. А почему? Потому что подготовил этот опыркот Азимов. Плев его так майстерно в комбинацию, до которой не был готовый Радченко. Ну, и, соответственно, на загальную температуру повітря и на втому суммарно, тут надалі дуже и дуже багато залежитиме від функционалки, від физической готовности, від кондиций боксеров и, конечно же, от морально-вольовых якостей. Дуже обережно. Розпочали шести раунд боксеры. Підтискает по трошечку, ну, майже без ударів, украинець. Непоганый правый. Но хотелось бы побачить все-таки серию, а не поодиноким, выпады. Да, ну, Радченко сейчас рассчитывает свои силы. Как мы уже говорили, это первый восьмираундовый поединок для него. Он уже прочувствовал, что соперника уронить будет очень непросто. Узбек достаточно стойкий. Мне кажется, только на тлі в том, что если он будет высажен, он впадет. Иначе минимальная уверенность того, что удастся перемогти достроково. Надо замучить Азимова. Продолжение следует... Вовремя включает блок Радченко. Мы уже сколько раз видели, он блокировал левый боковой от соперника. А этот удар у Узбека тоже очень неплохой, такой хлесткий. Очень быстрый, без замаха. Да, удар поставленный у Узбека. Наверняка этот долгий период, когда он не выходил в ринг, не проводил официально поединки, все-таки он поддерживал форму, по всему видно, что... Навыки при нем остались. Ну и вот такая концовка раунда. Прошел удар справа от Радченко. Ну и снова улыбка от Узбека. Я вот это подумал, может это гримаса боли, а не усмешка. Конечно, что пытается показать Азимов, что, наверное, ничего страшного не стало, что ему эти удары не шкодят. Но все-таки, ну, когда тяжелый ваговик вставляет массу свою в удар, вкладывает ее, ну, не может это вот так вот просто минутися. Думаю, все это понимают. И хотелось, чтобы в сьом раунде все-таки Сергей Радченко враховав ті небезпеки и помилки, которые мы бачили протягом предыдущих раундов, и показал хороший, качественный бокс, чтобы ни у глядачей, а ни у судей не осталось сумнею. А, кстати говоря, Радченко уже имеет свою армию поклонников. Очень много приехало его поддержать сюда, в Черкассе, из Кременчуга. Несколько автобусов, болельщиков. Так, тяжело, тяжело взломать защиту Азимова? Да, последний раунд, в принципе, уже можно было бы, наверное, выкладываться. А важно тут выкладываться, потому что темп, он такой, 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 для узбекского боксера, по-перше, а по-друге, его навязывает сам Азимов, мне кажется, вот так вот, подтискающий по-трошечку, не выкидающий много ударов, но вычекающий, и он постоянно сосредоточен и очень внимательный. Да, но мы видели, что оба уже пропускали лучшие удары соперников, и неплохо их выдерживали, так что предпосылок пока что к нокдауну, хотя бы к нокдауну, мы не видим. Сейчас все может быть... Все завершится, все за очками, але треба бути переконливым, треба бути переконливым для того, чтобы не хвилюватися перед тем моментом, коли будут поднимать руку переможцам. Ну, посмотрим, мы видели уже на протяжении поединка были хорошие такие взрывы, спурты, как в исполнении Раченко, так и Узбека. Так что, возможно, они еще припасли силы для последнего раунда. Тяжелая двойка от украинца прошла, но без развития не стала развивать свой успех украинец. Можливо, Сергей відчуває, что так хоть и трошки, но все-таки ведет за очками, за записками суддей. И тому не рискует, потому что продолжать атаку, это так или иначе, есть уверенность, что наразиться на застричный удар, как ни крути. А Зимов показал, что он у ответ бьет, и бьет так, акцентованно. Хороший повтор этого эпизода. Все можно раздаваться и понять, что... Да, принял на себя джеб украинец, и тут же ответил хорошей точной двойкой. И еще можно посмаковать эпизоды попереднего раунда. Добрый господин, последний, восьмой раунд. Нам нагадают, что это последний раунд, он зараз уже распучался, фактично. Мы посмотрим, у кого больше сил осталось, у кого больше воли к победе. Понятное дело, что все-таки у Радченко есть преимущество, он был более точен в этом поединке, и сейчас вперед нужно идти больше Азимова. Это должен понимать, что тут и стены помогают сопернику, и при таком поединке ему победу тут не отдадут. Нужно больше работать, и в принципе он начал это делать. Радченко тут же отвечает. Хороший, хороший, хороший дей у розмени Радченко. На встречных курсах працюють хлопцы, зал это відчувает одразу и пожвавливается. Дві хвилини залишилось. Тяжело выйти на ударную позицию сейчас. Радченко меряет вон дистанцию джебом, но и корпусом неплохо работает. Азимов мы видим. Принимает мягко. Такое ощущение у меня, что Сергей Радченко все лучше оставил на остаток. И теперь нам решили это все-таки продемонстрировать. Да, но усталость все-таки сказывается в действиях обоих. Мы видим. Так что тот темп, который мы видели в этом поединке, для них оправданно не понимали. Левый сбоку залетел. Сейчас развернул соперника Азимов. Тут опасная ситуация была для украинцев. Тактично вдало позицию брав, пропустил через руку украинец. Рано остановился Радченко. Втім, последняя минута боя. В любом случае, поединок уже у нас подходит к концу. И этот бой идет. Опыт, багаж опыта Радченко. Он прошел полную дистанцию, продышался. Стратегично очень интересное предустояние. До речи, и вот сейчас перебоксирует Радченко своего оппонента. В этом раунде однозначно. Ну и нужно отметить, что как для третьего поединка на профи ринге очень хороший соперник. Теперь команде Радченко есть над чем поработать. Поизучать видеозапись этого противостояния, поработать над ошибками. Это очень хороший бой для нашего проспекта. Пропускает Радченко. Ну, там обидло. Там трошки пропустили. Там похитнулися ноги и Оазимова. И можем только благодарить боксерам за... Ну, особка была очень непростой для украинца. Такое фееричное завершение. Этого боя. И давайте ждем. Вердикт. Ну, почти нет сомнений, что украинец сейчас выйдет переможцем этого двобоя. Но все-таки давайте сгражем эту небольшую интригу. Левый боковой мы видели в предыдущем моменте от Радченко. Ну, а вот, по-моему, покажет ли нам повтор, когда пропустил Радченко на последних секундах. Вот, правый боковой, тут же левый. Да, такое впечатление, что Радченко уже ждал завершающего гонга и просто не ожидал. Так, вы думаете, что остальное слово за ним же? Все. Ну, а Зимов мы видим припас. Тут такой неприятный сюрприз. Тут уже, опять же-таки, помогла стойкость Радченко. Он хорошо держит. Все это выдержал. Ну, интересно, какой счет будет, кстати говоря. Не думаю, что все раунды отдадут украинцу. Зимов действительно достойный себя показал. Так, за вражениями близкий бой. Но, за оценками, может быть немного другая картина. Потому что, все-таки, у нас присутствует какая-то эмоциональная складка, а судья должны быть безпрестрастными. Безусловно, надеемся, что счет будет объективным. Ну что ж, сейчас мы узнаем все-таки вердикт этого поединка. Такая хвыльюча пауза завысла. Ну и... Да, мы пока ждем, кому же поднимут руку. Напомним, что уже в следующем турнире, организованном компанией К2 Promotions, будет выступать Александр Усик. А также Денис Беринчик, который подписал контракт К2. И это будет его дебют. С нетерпением ждем анонса следующего турнира. Майя Жангутина, 79-75. Вадим Лавренец, 76-76. Виктор Хисечко, 79-75. Раздельным решением судей, решением большинства, в этом упорном и очень приблизительно равном бою победу в этом поединке одержал Сергей Радченко. Раздельное решение судей. Вітаємо Сергея Радченко с перемогою с Башкою, але дуже и дуже важливою. Да, наверное, кого-то кольнуло, когда услышали, что раздельное решение судей. Саме тому и пауза была такая. Да, один судья дал гостю из Узбекистана. Ну и действительно бой был в его исполнении очень хорошим. Что ж, а мы прощаемся с вами. Для вас цей бой коментовал. Продолжение следует...